Праздник 8 марта С праздником во дворце угольщиков прошла праздничная программа «Секреты женского счастья. Реальные истории», посвященная Международному женскому дню. Героинями стали женщины города, которые живут и трудятся в нем, достигают успехов в разных областях – образовании, науке, экономике, здравоохранении, спорте, искусстве. Они поделились со зрителями секретами своего женского счастья. Своё видеопоздравление женщинам города передал депутат Госдумы Зарив Байгускаров. Также прекрасную половину города поздравил глава администрации Олег Фролов. Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением. Он согрет первыми лучами весеннего солнца, которые радуют нас после долгой зимы. Подобно этому вы, милые женщины, поистине в наш мир привносите тепло, уют и радость. Представительницы прекрасного пола успешно трудятся сегодня во всех сферах деятельности. Вы руководите предприятиями, учите детей, занимаетесь общественной работой, принимаете управленческие решения, завоёвываете награды в спорте. Наряду с мужчинами защищаете Родину. При этом, где бы вы ни трудились, вы не забываете о своём главном предназначении – хранить домашний очаг и заботиться о своих близких. В самые сложные времена вы, дорогие женщины, становитесь для нас опорой, помогая преодолеть все жизненные трудности и невзгоды. Не случайно говорят, что за каждым сильным мужчином стоит умная, мудрая женщина. Ваша красота, обаяние и нежность вдохновляют нас на самые великие свершения, а ваша поддержка даёт силы справляться с самыми сложными задачами. Для нас, мужчин, вы являетесь музой, которая вдохновляет на добрые и красивые поступки. Я поздравляю наших любимых мам, бабушек, сестёр и дочерей с замечательным праздником весны. Пусть он будет для вас радостным и светлым. Пусть ваши мечты сбываются, а цветы и улыбки окружают вас круглый год. Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы. С праздником вас! Творческие коллективы города подготовили яркую и необычную программу, а наш телеканал провёл прямую трансляцию концерта. Повтор можно посмотреть в нашей группе во Вконтакте. К другим событиям недели. Подведены итоги республиканской акции по сдаче крови «Добрый донор», проводившейся в Башкортостане при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и благотворительного фонда «Наше будущее». Привлечение людей к донорству, к людям, которые каждый день, несмотря на свою занятость, несмотря на усталость, в любую минуту готовы прийти помочь тем, кто в этом очень и очень нуждается, те, которые сейчас на грани жизни и смерти. Поэтому мы очень благодарны таким людям, смелым людям, которые не боятся поделиться собой. Подведены итоги республиканской акции по сдаче крови «Добрый донор», проводившейся в Башкортостане при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и благотворительного фонда «Наше будущее». Оказалось, что в Кумертау живут одни из самых активных доноров республики. Были созданы администрации РСПК, были созданы единые условия, чтобы были равные условия для всех городов. Поэтому мы заготавливали в прошлом году компоненты крови методом плазофореза. Доноры очень активно приняли участие. Те победители, которые сейчас получат призы, добились того, что трое, троих доноров мы подаем ходатайство на награждение их почетным донорам. Замотивировать на спорт тех, кто спас сотни человеческих жизней. Такой была идея при выборе подарков и призов донорам крови. Лыжи и велосипеды в знак признательности за добрые дела получили наши земляки. Приятно, когда тебя отмечают вниманием, признаются мужчины, и все же не подарков и признания ради регулярно они сдают кровь. Донором я стал, ну как, ну как обычно, ходил, сдавал кровь. Там глядишь, и людям, кому поможешь, с таких побуждений. Ну и так, и для здоровья тоже лучше. Чувствуешь себя хорошо, когда сдаешь кровь. Когда кровь я сдаю, меня вообще чувствуется очень хорошо. Василий Митрофанович, то есть вы кровь сдаёте прежде всего для собственного здоровья, или всё-таки есть какие-то другие у вас скрытые цели? Ну, как сказать, для здоровья и для помощи другим. Не только провели добрую акцию, но и увеличили тем самым количество доноров в республике. По словам организаторов, подобные мероприятия по поощрению доноров планируется проводить на постоянной основе. А в Центре детского творчества состоялся городской этап спортивно-образовательной игры «Защитники вперёд». В ней приняли участие учащиеся младших классов школ города. Всего девять команд. Победители будут представлять город в зональном этапе игры, а в случае победы – в финале. Спортивно-образовательная игра «Защитники вперёд» проводится не в первый год. В ней принимают участие школьники младшего звена. Состязания проводятся по нескольким направлениям. Ну а перед началом – приветствия участников. В этом году игра посвящается Году славы и памяти. После открытия мероприятия команды распределились по станциям. Элементы фигурного вождения демонстрировали в фойе Центра детского творчества. Юным водителям необходимо было точно без наездов на стойки и не останавливаясь выполнить задание. Учитывалось и время прохождения дистанции. За ошибки начисляется штраф в виде дополнительного времени. В это время остальные участники выполняли задания на других станциях. Всего в этом году за звание самых эрудированных, сильных и ловких борьбу вели 9 команд. Мы отвечали на вопросы по ПДД. Ещё был конкурс капитанов. И сейчас мы идём на ориентирование. Первое задание было, когда мы мячик катали по доске. Это было лёгко. А вот когда мы уже делали повторную попытку, мне пришлось держать две ручки. Там уже было посложнее. Тем более там фанера тяжёлая. Мы ещё брали такой лабиринт. Там надо было дёргать дверёчки и провести мячик до конца. В одном из залов ЦДТ был устроен туристический маршрут. Ребята, которые владеют навыками спортивного ориентирования, легко находили контрольные пункты по плану карты и ставили необходимые отметки. В программе не только практические задания. На экологической станции дети должны были знать породы деревьев, какими свойствами они обладают, знать, из каких изготавливают лыжи, из каких спички, что относится к деревьям, а что к кустарникам. Уметь различать съедобные грибы от ядовитых. И не только. Если здесь ребята могли вместе обсудить вопросы, то на станции по знанию правил дорожного движения царила полная тишина. Ребятам предстояло пройти тестирование по 17 вопросам. Учащиеся должны знать, кто является участниками дорожного движения, где появился первый светофор, кто регулирует дорожное движение. И также уметь ориентироваться в различных ситуациях, происходящих на дорогах. Шумно и весело было на станции по прохождению полосы препятствий. «Защитники вперед» – это командная игра, где ребята должны были проявить себя в спорте, науке и творчестве. Поэтому от знаний и умений каждого участника зависел общий счет команды. Победители будут выступать в зональном этапе соревнований, но и затем в случае успеха в финале. В результате игры победу одержала команда гимназии номер один имени Антошкина. Ребята примут участие в зональном этапе соревнований, который пройдет в городе Салавати. Необычное заседание прошло в Кумертауском межрайонном суде. Роли обвиняемого, пострадавшего прокурора и адвоката, исполняли обычные школьники. Подробности в репортаже Елены Камаловой. Хорошо, встать, все-таки делать. Здравствуйте, пожалуйста, присаживайтесь. Необычное заседание прошло в Кумертауском межрайонном суде. Обвиняемый, нигде не работающий Иван Чернов, проник в чужой дом и украл телевизор, во время продажи которого и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Прокурор требовал от суди наказать виновного по всей строгости закона. Что же в том необычного, спросите вы? До того, что в этом процессе не было ни одного реально действующего лица. Роли обвиняемого, пострадавшего прокурора и адвоката исполняли обычные школьники. Впрочем, нет, председательствующий судья был самым, что ни на есть настоящим. Вы доверяете суду рассматривать дело? Да. Какие-то заявления ходатайства есть у вас? Нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Ребята изучали уголовное дело. Они изучали все обстоятельства дела, показания и подсудимых, и потерпевшего, и свидетелей. И там даже были такие моменты, когда на следствии говорит свидетель или потерпевший одно, в суде он меняет показания. Вот эти моменты тоже они изучали в суде, изменил показания потерпевшей. То есть он хотел сгладить несколько вину подсудимого, давал показания в его пользу. То есть они все вот эти нюансы и моменты учли, изучили дело очень подробно. И все это выдали в процессе вот этого мини-спектакля. Данная сюжетно-ролевая игра уже вторая, проходящая в стенах суда. Ее участники – ребята из гимназии номер один, объединенные проектом «Школа права» и планирующие в будущем связать свою жизнь с юриспруденцией. Мы сотрудничаем с городской прокуратурой. Виталий Васильевич взял нас под свое покровительство, и наши занятия проходят всегда совместно с работниками прокуратуры. Чем мы занимаемся? Мы проводим занятия. Причем занятия мы проводим именно в специализированных учреждениях, то есть это правоохранительные органы. Мы уже посетили и прокуратуру. Мы познакомились с деятельностью прокурорских работников. Мы посещали мировой суд. Познакомились ребята с работой, спецификой, особенностью деятельности мирового судья. Ну и вот уже второй раз мы пришли в наш городской суд для того, чтобы провести еще одно занятие. Судебный процесс был в разгаре. Обвиняемый с вызовом объяснял причину своего поступка. Денег не было, а есть хотелось. И в свою очередь упрекал потерпевшего, мол, тоже хорош, пьяница и дебошир. Потерпевший всячески от нападок отбивался. То есть я дверь не злалил? Понятно. Ну, ко мне приходят люди, когда я думал. А когда я ушел на прогулки, я всегда закрываю дверь, когда упаду на замок. Прокурор игры был строг и серьезен, как и подобает быть настоящим прокурору. Я выполняла роль прокурора. Старалась быть суровым, серьезным прокурором, который ответственно подходит к выполнению своей работы, который беспристрастно относится к обвиняемым. Также я думаю, что это очень полезный опыт для нас, 11-классников, попробовать себя в этой роли и понять, нужно ли это нам в жизни или нет. И даже адвокат особо не верил в невиновность своего подзащитного. Я в этой игре исполняла роль адвоката, и мне кажется, я хорошо справилась со своей ролью. Хотя, с другой стороны, она была здесь незначительна, так как дело было очень страдом. Мой подзащитный был рецидивистом, и поэтому моя роль здесь была не особо нужна. Но по самой структуре адвоката я думаю, что справилась. Впрочем, и сам обвиняемый, вор-рецидивист Иван, которого довольно убедительно сыграл 11-классник Иоанн Кудашев, понимал, что лучше признать свое вину. Вы надеетесь, что адвокат вас защитит, и вам дадут срок меньше? Ну, так как у меня рецидив, надеяться особо не на что, так что будем как-нибудь защищаться. Вы подготовили пламенную речь сегодня в судебную? Да, главное признать вину, за это срок будет меньше. На мой взгляд, сюжетно-ролевые игры подобного рода – отличная задумка в рамках проекта по правовому просвещению учащихся. Видя судебный процесс изнутри и примеряя на себя роли его участников, ребята с большей долей вероятности сделают правильный выбор будущей профессии. В модельной детской библиотеке филиале номер 4 детский центр чтения и творчества «Мозаика» состоялся час памяти секунды бессмертия. Мероприятие было посвящено жизни и подвигу Александра Матросова. 27 февраля исполнилось 77 лет, как Александр Матросов совершил легендарный подвиг – закрыл грудью амбразуру немецкого дзота. Таких героических поступков в годы войны совершили более 400 советских солдат и офицеров. Но в истории именно подвиг Матросова стал известным, а имя героя стало нарицательным. Об этом и других интересных фактах из жизни стрелка-автоматчика сибирской добровольческой бригады имени Сталина рассказали учащимся Башкирской республиканской гимназии номер 3. В модельной детской библиотеке филиале номер 4 состоялся час памяти секунды бессмертия. Мероприятие является частью большого проекта. 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. С прошлого года библиотека реализует патриотический проект «Читаем о войне, помним о войне», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект вообще, он у нас адресован учащимся образовательных учреждений. В рамках проекта запланирован цикл мероприятий по патриотическому воспитанию. Участие в акции «Безграничное чтение. Час памяти, секунды бессмертия» посвящено 75-летию победы и подвигу Александра Матросова. Также он вошел в план мероприятий. Проект «Читаем о войне, помним войне» будет участвовать в республиканском конкурсе «Поклон и память поколений», который завершится в апреле текущего года. Школьникам представили результаты исследований одного из библиографов, согласно которым предполагается, что настоящее имя героя Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, а местом его рождения является небольшая деревушка Кунагбаева у Чилинского района. Ребята внимательно слушали о жизни обычного парня, который самоотверженно защищал родину. «Я узнала, что он очень хороший человек, что он спас свою роту от смерти и помог им». «Мы часто разговаривали об этом на уроках литературы, и дополнительно я узнала, что он поступил очень героически и помог своим товарищам». В память погибших в годы Великой Отечественной войны героев участники мероприятия почтили минутой молчания. Также ребята посмотрели фильм, снятый о матросове, узнали о книгах, которые повествуют о жизни героя. Учащиеся гимназии номер один и школы номер пять посетили Кумертаусскую пожарно-спасательную часть. Экскурсия была организована неспроста. На неделе отмечался Всемирный день гражданской обороны. Мало кто знает, что во многих странах 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В СССР меры защиты населения пропагандировали плакаты в общественных местах. Они описывали действия поражающих средств, вооружение противника, правила оказания доврачебной помощи. Сегодня Всемирный день гражданской обороны ежегодно проходит несколько в другом формате. Службы гражданской обороны проводят учения, рассказывают населению о мерах защиты от опасностей. Проводят сегодня, посвященный в рамках Всероссийского дня гражданской обороны, день открытых дверей. Показываем пожарно-техническое вооружение и средства защиты гражданской обороны. Так, школьники гимназии номер один и школы номер пять посетили Кумертаусскую пожарно-спасательную часть. Чтобы знать на зубок, как вести себя во время пожара, чего не следует делать, а что, напротив, непременно необходимо совершить в первые минуты опасности. При обнаружении источника огня надо намочить покрывало и накрыть огонь. Как выяснилось, дети поколения айфонов знают о том, как вести себя на пожаре ничуть не меньше сотрудников спасательного отряда, которых они буквально засыпали вопросами, нередко ставивших в тупик даже профессионалов. А что делать, если воды нет? А что делать, если квартира задымленная? А если дверь горит? Выйти просто на балкон и кричать, закрыть за собой дверь обязательно и позвать на помощь. А если голова начинает кружиться и дойти никак никуда не может, что делать? Если из-за дыма закружилась голова, можно намочить ветошь, прислонить к лицу, закрыть рот и нос и лечь на пол. На полу меньше задымления. Завершилась экскурсия выездом по учебной тревоге. Ребята воочию смогли убедиться, как важно пожарным в считанные минуты надеть на себя экипировку и выехать на место ЧП. Ведь для спасения людей на пожаре важны бывают доли секунд. В Кумертау со 2 по 5 марта проходило первенство Республики по хоккею с шайбой. В финальных встречах играли 8 команд. Кто стал победителем главного кубка, смотрите в нашем следующем материале. Сапсан против Тигров. Финальные матчи первенства Республики по хоккею с шайбой прошли в эти дни в городе Кумертау. Сапсан-арена впервые принимает на своем льду игры такого масштаба. В них приняли участие ребята 2006-2008 годов рождения. В финал вышли команды городов Белорецк, Салават, Кумертау, а также Бешбулякского, Мечетлинского, Болтачевского, Дуванского и Чикмагушевского районов. Хочется поблагодарить в первую очередь самих участников этих игр. Они действительно показали стойкость, мужество, доказали, что хоккей не для слабых, для самых сильных. Конечно, ребятам хочется пожелать оставаться сплоченной командой, работать в группах, не бояться быть смелыми, ловкими и достигать вершину. В течение четырех дней на льду проходили ледовые баталии. Самый решающий день – 5 марта. Борьба шла уже за призовые места. И самой, пожалуй, захватывающей была встреча команд города Кумертау и Чикмагушевского района. Сапсан против Тигров. В первом периоде на пятой минуте хозяевам льда соперники забили первый гол. Во втором периоде счет стал 2-0 в пользу гостей. Борьба на льду была горячей. В итоге обе команды допускали нарушения. Но за это, как и полагается, по правилам были частые удаления игроков. Никто не хотел упускать первенство. Далее третий период также был безуспешным для Кумертау. Уже во время интервью на первой минуте соперники сумели забить еще один гол. У меня здесь внук играет. Он молодец, все голы забивает. Много голов забил. И мы уже четвертый день. Вот они сегодня будут первыми. Очень оживленно. Очень стараются ребята. Молодцы. Удалений слишком много. Сердце бьется, но мы все равно не сдадимся. Тигры первое место Алаверса. Игра сегодня очень отличная. Мне нравится. Болеем, конечно, за команду «Сапсан», так как у меня дети сами занимаются Кумертау. Но желаем удачи и победы. До окончания игры хозяевам так и не удалось отыграться. До завершения матча тигры забросили четвертую шайбу ворота «Сапсана». По словам тренера команды Чикмал-Вушевского района, ребята сыграли слаженно. Но оценку наставник ставит своим хоккеистам лишь 4 с плюсом. Играли хорошо. На 4 с плюсом. Требования, тактические действия выполнили. И именно поэтому и счет по игре сложился в нашу сторону. И мы стали чемпионами. Почему не 5, а 4 с плюсом? Ну, потому что еще у нас очень много работы. Предстоит работать над техникой, тактикой, над дисциплиной. Все четыре шайбы в финальном матче забил Амир Софиулин. Причем в предыдущие дни он также заработал команде много очков. Секрет успеха, считает капитан, в сплоченности всего состава. Команда «Кумертал» сражалась достойно. Ребята уступили соперникам, но получили неоценимый опыт. Правда, поражение приняли с трудом, признается тренер Сапсана Александр Соколов. В будущем же ребята готовы сражаться за победой. Ребята расстроились. Понятно, они выходили выигрывать. Работали целый год. Да, нам как бы меньше может обидно, если бы Чикмагуш поиграл. У них 4 года ледовая арена, в нашей арене всего год. Поэтому сделаем выводы, будем работать дальше, будем стараться. Ну, вроде бы, как бы уже результат такой неплохой. Второе место на Башкирии – неплохой результат. Ну, будем стараться, будем работать. Ребята расстроились, мальчишки в разделке, плакали. И мне немножко тяжело. Вот на вас, говорят, что помешало? Не хватило нам подготовки. На закрытии первенства прозвучали теплые пожелания юным хоккеистам. Торжественную часть спортивного мероприятия украсили выступления вокального ансамбля «Бис», а также юной фигуристки города Комертау. Ну и волнующий момент. На церемонии награждения отметили лучших. Итак, лучшим бомбардиром стал Айдар Латыпов, лучшим нападающим Ильнас Ишмухаметов – хоккеистой команды «Олимп» Бишбулякского района, лучший вратарь Михаил Клоков из команды «Сапсан» города Комертау, и лучшим защитником признан Адил Гемазов из команды «Тигры» Чагмагушевского района. Места распределились следующим образом. На третьем месте – «Олимп» Бишбулякского района, на втором месте – «Сапсан» города Комертау. Ну и главный кубок у команды «Тигры» Чагмагушевского района. Во второй спартакиаде медиков, прошедшей в парке культуры и отдыха имени Гагарина, приняло участие семь команд медицинских работников. Состязания не отличались особой сложностью, но несли в себе заряд бодрости и позитива. Мы обычно выбираем конец зимы, начало весны, когда погода хорошая, настроение у вас прекрасное. Поэтому сегодня вам в всей душе желаю честной, бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший. Призыв у нас уже готов. Март радует нас солнечными днями. В том числе и поэтому у медицинских работников, собравшихся в парке культуры и отдыха имени Гагарина, на спартакиаду было хорошее солнечное настроение. В сфере деятельности наши медицинские работники занимаются профилактикой, медицинской профилактикой и среди населения города и района, и пропагандой здорового образа жизни. Мы своим примером показываем, что надо заниматься физической культурой. Я желаю всем медицинским работникам самое главное – здоровья. Сегодня получить больше позитива, настроение, чтобы было хорошее. В партакиаде приняли участие семь команд медицинских работников. Состязания не отличались особой сложностью, но несли в себе заряд бодрости и позитива. Это перетягивание каната, бег на трех ногах, лепка снеговика. Ну и в итоге надо его будет нарядить, этого снеговика, и конкурс для болельщиков будет оцениваться. Еще конкурс болельщиков будет. Вот в таком плане мы проведем сегодня день здоровья для, как говорится, работников Центральной городской больницы. Медицинские работники на своем личном примере показывают горожанам, как с помощью спортивных мероприятий можно сплотить коллектив, получая при этом массу положительных эмоций. Сегодня прекрасный день, когда организаторы для нас создали праздник спортивный. Мы встретились не просто с коллегами, а с друзьями, с которыми очень интересно пообщаться вне работы. Спасибо за очень интересные конкурсы. Мы все слепили снеговиков, набегались, попили чай с блинами. Все было очень здорово, очень весело. Медцы наши смелые, шустрые, умелые! Веселые старты завершились. Победила традиционно дружба. Ведь цель подобных мероприятий не в количестве баллов и лучших результатах, а в сплочении командного духа. Наша команда называется «Ясен перец». Мы сегодня играли, веселились, лепили снеговиков. Было очень здорово, классно. Получили очень большие эмоции положительные. В здоровом теле здоровый дух, как говорится. Не важно, кто победил. Главное участие – это самое важное. Что ж, это была последняя информация выпуска. Удачного начала новой рабочей недели. До встречи на телеканале АЛЕС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова